МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Уступи дорогу скорой. Сотрудники ДПС проводят рейдовые мероприятия на улицах Макачкалы. В единстве наша сила. В Казбековском районе прошел конно-спортивный фестиваль, приуроченный к юбилею событий 1999 года. Один за всех. Единственный представитель дагестанской школы бокса в сборной России Джамбулат Бижамов стал победителем молодежного переострова. В Дагестане будут наказывать покупатели сырья с нелегальных карьеров. Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов. Строительные организации должны пояснить, где они приобрели песок. И в случае, если он взят у незаконных поставщиков, компании будут нести за это ответственность. Отметим, что к настоящему времени в республике закрыто 34 карьеры, нелегально добывающие гравий и песок. По официальным данным, сегодня в Дагестане около 240 карьеров. Не секрет, что в Махачкаре добраться не от ложки до своего пациента не так уж и легко. Не все считают нужным уступить дорогу карете скорой помощи, от которой, возможно, в этот самый момент зависит чья-то жизнь. В связи с этим сотрудники ДПС регулярно в столице проводят профилактические мероприятия уступить дорогу спецтранспорту. А насколько уступают, увидел мой коллега Камиль Девятов. О времена, о нравы. Годом ранее на улицах Махачкалы мы могли видеть совсем иную картину. Карете скорой помощи просто могли не уступить дорогу. Подобное в столице происходило регулярно, но настало время перемен. Перемен в сознании людей и в этике поведения на дорогах Махачкалы. В последнее время очень большая, самая положительная динамика есть, что люди лучше стали соблюдать правила езды и уступать стали лучше, чем раньше. Намного. Камиль Дибирасулов в течение 28 лет приходит на помощь людям. Выполняет свой долг. Он фельдшер скорой помощи. Ему приходилось бывать в разных ситуациях. И самое неприятное, когда водители препятствовали проезду. Есть люди, которые очень умели сами подсказывать, проходить, чтобы даже показывать, руками даже показывать, что можно проехать вот так. Ну нету машины, места, куда пойти. А есть в который случай, такой тоже уступает, не уступает. Молодой особенно. Молодые бывают, перед ним ставят и ноль внимания даже. Они наушники ставят и ничего, сигнализация, как будто не слышат они. Если скорая не уступает, они сами понимают, в любой момент может их, не смотрят родственники, в любой момент попасть. Если не он не уступает, ему тоже так часто ситуация может в следующий день попасть. Так что всегда уступайте дорогу. Соблюдайте дистанцию. За время проведения рейдового мероприятия сотрудниками ДПС не было составлено ни одного протокола и не было выявлено ни одного нарушения. Дорожные полицейские были приятно удивлены таким результатом. В городе Махачкалы проходят профилактические мероприятия уступить дорогу спецтранспорту. Хотим обратиться ко всем водителям, чтобы соблюдали правила дорожного движения и беспрепятственно пропускать спецтехнику. Рейд показал, что махачкалинские водители видят, слышат и уступают дорогу автомобилям скорой помощи. Во всяком случае, сегодня это было так. Но делать вывод о том, что такая порядочность привилась нашим людям окончательно, рано. Поэтому подобные рейды будут проводиться регулярно. Камиль Девятов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Россияне стали реже разводиться из-за бедности. Об этом пишут известия со ссылкой на данные Росстата. Так, с начала года официально расторгли брак более 600 семей на тысячу заключенных в союзах. В это же время, в прошлом году, этот показатель был на 12% больше. По мнению экспертов, количество разводов сократилось на фоне снижения доходов населения. Ввести совместное хозяйство гораздо выгоднее, чем в азиночку. Помимо стесненных финансовых возможностей, среди причин распада семьи стала сильная закредитованность, а также сложности с работой. Кроме того, среди причин, по которым можно отказаться от развода, россияне называют невозможность поделить общих детей и материальную зависимость одного из супругов. Меньше всего разводов зафиксировано в нашей республике, Чечне и Ингушетии. В единстве «Наша сила» в Казбековском районе под таким патриотическим названием прошел конно-спортивный фестиваль. Он состоялся в рамках празднования 20-летия со дня разгрома бандформирований, вторгшихся в Дагестан в августе 1999 года. Спортивная акция объединила сотни людей со всей республики. Среди них были и ополченцы. Подробнее в сюжете Луиза Раджабовой. Проверка на прочность и стойкость дагестанского народа. Именно так называют события 1999 года. Спустя 20 лет здесь больше не свистят пули, а раздаются звуки-лезгиньки. Первыми на пути бандитов стали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября. Затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. 20 лет тому назад отъявленный враг террористы разной массы, которые подкладку подлучили во всех лагерях смерти в мировом масштабе, пришли, значит, дагестанский народ, чтобы поставить на колени. Но плохо изучили историю. Не знали о том, что дагестанский народ – это не тот народ, который можно на колени поставить. Плохо изучили историю. В историческом плане мы никогда ни на кого не нападали. Но постоянно на нас нападают и постоянно по зубам получают. Наш народ не забывает о тех ребят, которые сложили свою голову. Каспийское море не хватит. Смыть слезы наших матерей, жен от потребительских людей. В начале августа этого года Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий. Для ополченцев Дагестана в настоящее время в республике ведется актуализация списков. Я сказал, старики-пирот, надо молодым показать, как старики воевают. Мы первые поднялись на машину и поехали, держали оборону там. Так что этот праздник каждый год должен быть, потому что вспоминать надо, чтобы было. Традиционные предметы быта дагестанцев и угощений из блюд национальной кухни. В рамках мероприятия был организован праздничный майдан, на котором гости могли ознакомиться с подворьями селений Казбековского района, где звучала музыка в живом исполнении, а желающие могли станцевать. Чужолый момент, в котором мы потеряли своих братьев, которые с нами пошли и не вернулись. Они в наших сердцах, в нашей памяти. Защищать свой народ и Дагестан здесь не имеет значения, мужчина или женщина. Мы все должны дружно, мирно объединиться и защищать свою родину и свой народ. Кульминацией праздника стали три заезда скакунов со всей республики. Призовой фонд – 180 тысяч рублей. Боролись за приз 84 джигита. На дистанции 1400 метров выиграл Марат Исмейлов из Аксай. Два круга быстрее всех преодолела лошадь по кличке Ахилга Джамурада Гамзаева из селений Джингутай. На дистанции 5000 метров четыре круга победителем стал Шамиль Маликов из села Гильбах с лошадью Миритон. Победители заезда получили памятные медали, грамоты и кубки, а также солидные денежные вознаграждения. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Казбековский район. Далее прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. Жители Казбековска остановили строительство 17-этажной гостиницы. Горожане устроили пикет на пустыре. Они протестуют против застройки прибрежной зоны по улице Халилова. Там хотят возвести многоэтажный апарт-отель. Пришедшие с плакатами люди в итоге остановили работы. Среди основных претензий людей – отсутствие отдельной канализации на такой большой объект. Активисты планируют дежурить на месте стройки, чтобы не допустить ее возобновления. Директор одного из сельских школ в Хасавиртовском районе присвоил себе зарплату сотрудника. Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина внес ложные сведения в табели учета рабочего времени и расчетно-платежные ведомости. Так, он присвоил более 160 тысяч рублей, выделенные на выдачу зарплаты одному из своих подчиненных. Всем учителям Дербента выдадут премии и запретят принимать подарки. Такое заявление сделал мэр города Хизри Абакаров на встрече с директорами школ. По его словам, поднять зарплату педагогам не представляется возможным по закону, поэтому их будут премировать в конце текущего года. На мероприятии заявили и о недопустимости сборов денег у родителей, а также и о запрете учителям принимать любые ценные подарки, кроме цветов. И о спорте. Боксер Джамбулат Бижамов стал триумфатором молодежного первенства Европы. Турнир накануне завершился в столице Болгарии. В финале весовой категории до 75 килограмм воспитанник Махачкалинской академии бокса взял верх над украинцем Богданом Толмачевым. Поединок прошел в острой конкурентной борьбе, но в отдельных эпизодах Бижамов заметно перебивал своего оппонента, за что большинство судей и отдали ему предпочтение по итогам трех раундов. Ранее подопечный Рашид Бек Ахмедов одержал три победы на предварительной стадии. Триумф на первенстве Старого Света стал третьим в карьере дагестанского боксера. Всего сборная России выиграла в Софии 12 медалей разной пробы и стала лучшей в командном зачете. Праздник силы и воли к победе. Поселок Шамиль-Калавун Цукульского района накануне стал ареной жарких спортивных баталий. Там прошел турнир по национальным видам спорта. Проверку ловкости и выносливости проходили атлеты из горных районов республики. Бег на 100 метров, стрельба из лука и плавание. Всего шесть спортивных дисциплин. Соревнования призваны сплотить молодежь из разных уголков Дагестана. С такими словами к участникам обратились организаторы и почетные гости, в числе которых были представители органов власти, общественники и известные спортсмены. Муфтият республики Дагестан всегда поддерживает такого рода турниры, акции и маджилисы, где есть единство, где есть здоровый образ жизни. И всегда осуждает всякого рода пагубности, пагубные явления и привычки, чтобы наша молодежь выросла в здоровом духе, чтобы и были физически здоровыми, и духовно здоровыми. Участники в течение дня определили обладателей медалей и ценных призов. Лучше всех себя проявили спортсмены из Лакского района. Команду победителей наградили переходящим кубком. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»